Творческая ступ для позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна и литературное чтение в ресторане кафе красоты да бьюти может назвать ресторан кафе красоты да бьюти а у меня и кафе ресторан два в одном ну да вот такие вот дела это наверное будет часть первая вообще сейчас засняла видео одну часть конечно видео я сняла сейчас загружаю загружаю на моем компьютере на мой канал youtube такие вот дела в общем кушаю кушаю приготовила себе ну вот там она на той части посмотрите приготовила яичнику и двух куриных яиц пожарила на посолочном масле хлеб булочку вот также сделала салаты свежего помидора огурца немножко посолила со сметанкой немножко с майонезиком булочка с имитированной черной икрой так что вот кушаю чай корона российской империи что еще мандаринка у меня вот ага майонез майонез я купила магазинчики семи шагов на перепелиных яйцах мандаринки также купила так что вот эти огурчики по очень хорошей цене и помидоры даже подешевели они стоили дороже даже помидоры дешевле посолка там огурцы по 70 чем до помидоры то по 85 86 рублей за килограмм в принципе хорошие помидоры так вот разрекламируешь такие набегут вообще раз купит купит очень как-то мужчины там стали вообще активизировать он сегодня наверное я не очень как-то знаете наверно не в таком населении в обтяг не покажет к черная фланг как-то в обтяг знаете как-то в общем не очень комильфо знаете вот эта шляпе когда они не очень обращают как-то внимание вот потому что эти вчера я такое видео засняла душу петь наслаждаюсь с собой жизнью природы погоду общем гуляю вот когда открыла меня решила знаете думаю надо что-то как-то вот эти открытые кафе сейчас же это началось лето знаете вот это второй день лета такие вот дела эти посмотрела открытые кафе и люди наслаждаются погодой конечно хорошей погодой летом открытых кафе но я и подумала в моей творческой студии позитивного мышления тоже надо это как-то обыграть потому что или на моем балконе или вот так вот смотрите здесь у меня тоже я в открытую заснимаю себя ставлю мою мой ноутбук видеокамеру на балконе заснимаю себя это такая балконная деревья в моей квартире дышу свежим воздухом сегодня я конечно утеплилась утеплилась что было мне достаточно тепло думаете что я там жилеточку жилеточку скину даже 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 помню даже так более как-то оригинально да как-то дело вот как фото что как-то в общем очень как-то оригинально как я говорю мой ужин как в парижах а знаете как-то в общем да знаете такая парижка как шляпочка шляпа еще мне шляпочка хэллоу новый год ну да хэллоу новый год и посмотрим эта книга и в этом переводе какой переводчик перевел какой переводчик перевел эту книжку сейчас посмотрим высший разум глава 4 высший разум пронизывает всю нашу вселенную пишет в книге науки наука быть великим на какой-то на 17 странице это голова начинается она содержится во все что нас окружает вы такие вот дела и это единственная реальная субстанция это начало всех начал это разумная материя это бог где нет материи там нет там не может быть и разума поскольку где нет материи нет ничего там где есть мысль и должна быть субстанция способная мыслить мысль не является функцией так как функция это движение а движение не может мыслить мысль не может быть вибрации поскольку вибрация это тоже движение нужно подумать подумать движение ничто иное как перемещение субстанции посему если что и может проявлять мысльные способности то это субстанция а не движение интересная позиция правда мысль не может быть результатом процессов происходящих в мозге если она возникает в мозге то должна находиться в его субстанции они в движениях которые эти субстанции совершают которые это субстанция совершает но мысль не содержится в субстанции мозга поскольку сама по себе субстанция мозга всего лишь вещество неспособное мыслить я вообще не поняла субстанция мозга всего лишь вещество неспособное мыслить я не знаю ну как то так вот мы как-то изучаем вообще знаете изучаем книжку науку быть великим такая позиция волоса удался очень интересная так у него написано ну что как я вам и раньше говорила общем читаем изучаем в общем различные книги в общем огромное количество книг у меня это не супер супер сейчас огромная но в общем как там нет меня не рекламирую книги как же сказать там как хотя просто читаю она эти сама у меня страсть на страсть книгам по позитивному мышлению смежным наукам я изучаю сама в общем и конечно в этих книгах нахожу такие жемчужины жемчужины вообще просто вот эти вот смотрим вот им дошли мысль наличествует наличествует в духовной субстанции которая активизирует вот мысль наличествует духовной субстанции которая активизирует мозг и это духовной субстанции является человек Смотрите, как интересно написано Знаете, какая вот эта гипотеза, или как это называется Что мысль находится в духовной субстанции, а не в мозгу Что мысль – это как бы духовная составляющая человека Духовная субстанция, которым является человек Что мысль не в мозгу Интересно, очень интересно Мозг не думает, думает человек и выражает свою мысль через мозг Очень интересно Честно говоря, я эту главу не читала Может быть, я ее и пролистывала, конечно, в Америке Но много-много лет назад, даже прочитав вот это Ну что сказать Так написано Таким образом мыслит духовная субстанция Подобно тому, как духовная субстанция человека Преисполняет его физическое тело, наделяя энергией и сознанием Высшая духовная субстанция Бог проникывает всю Вселенную Насыщая ее энергией и сознанием Вселенная, как и человек, обладает разумом, только она знает все и обо всем О, как интересно, смотрите, она написана на 18-й странице, четвертая строчка Вторая, вторая, третья строчка Человек, Вселенная, как и человек, обладает разумом, только она знает все и обо всем Видите? Вселенная знает все и обо всем Поэтому в своей книге Джон Кеха и пишет Когда вы думаете, вы оперируете огромным объемом информации Поэтому лучше думать позитивными аффирмациями От себя добавляю, как советует Луиза Хей Потому что ваши мысли крупными буквами написаны на небе А это имеется в виду, что Вселенная знает все и обо всем Вот так вот Вот такие вот дела А вы как хотели Высший разум является началом всех начал Поэтому он вобрал в себя знания и опыт, приобретенные человечеством за всю историю его существования Жизненный опыт и знания человека – лишь капля в море Вселенского разума Все, что существует во Вселенной, что окружает нас и воздействует на нас – это проявление Высшего разума Вы знаете, как мне интересная мысль такая пришла в голову Смотрите, Высший разум является началом всех начал Поэтому он вобрал в себя знания и опыт, приобретенные человечеством за всю историю его существования А я, знаете, думаю, пофилософствовать на такую тему Ну, в общем, как бы вот Если опираясь на вот эти вот термины, как вот в этой книжке пишут Наука быть великим Вселенная знает все обо всем Получается, Вселенная изначально знает Например, какой может, как говорится, по поводу опыта Что вот может произойти, если то-то и то-то Вот что будет То есть, наверное, она сможет, поскольку она знает все обо всем Поэтому она сразу, как, знаете, как вот эти вот шахматисты Или какие-то вот эти математики Просчитать вот эти варианты-варианты событий Вот, и вычислить до всяких этих микрон Что будет Это вообще интересно, правда? Интересная такая тема Вот что должно произойти Там, где-то вот там, там, там Вот это вот Чтобы было вот какое-то вот такое вот событие Понимаете? Чтобы вот это просчитать Вот А если она знает все обо всем Она может сразу этот опыт Знаете, вот Как, знаете, как вот это вот Как-то посмотреть Как-то сверху посмотреть И вот сразу все обо всем Все эти варианты Просчитать Причем быстро И уже знать ответ Ну вот я подумала Я просто читаю, размышляю на эту тему Я не знаю, философствую Я просто размышляю Никакие энциклопедии мира Они сравнятся с тем хранилищем знаний Которым является высший разум Потому что я так понимаю Высший разум может, например, сказать Что там сказал Или думал Или предполагал Какой-нибудь великий человек Например, тысячу лет назад Такой-то день Такое-то число Там все записано И сразу это видно Да Ну а как? Это я сделаю такой вывод Из того, что читаю Истины, которые люди постигают Через просветление Это мысли Проникающие в их сознание Если бы они не были мыслями То есть материи Их невозможно было бы постичь Поскольку их просто не существовало бы Они и не могли бы существовать Если бы не было сознания Следовательно, сознание Есть не что иное Как материя Которая мыслит Ну интересно написано Ну что сказать Я вот читаю Как тут написано Человек Это мыслящая субстанция Ну как-то звучит Как-то немножко странно Правда? Человек Это мыслящая субстанция Часть космической субстанции Ну разум человека Ограничен В то время Как высший разум Который Иисус называл Отцом Не имеет границ Всю свою мудрость И силу Иисуса Черпал у Бога Отца Мой отец и я Одно целое Это цитата Это и была основа Его знания И сила Потому что люди Когда в течение Столетия Видели какие-нибудь Знаете Такие явления Казалось Что какие-то там Богоматерь Там еще Знаете Какой-то Глаз Вышли с неба Люди пугались Вот А наверное Вложив Слова В уста Иисуса Тем самым Вот Вселенная Как сказать Бог Вот мог Озвучить Ну как бы Озвучивал Какие-то Вот такие Вот знания Истины Ну как-то я Своими словами Очень интересные Интересные Я вообще люблю Что-нибудь такое Знаете Вот это читать Вообще Вспоминаем Америку Знаете Вот это вот Ну здесь Конечно Надо было гамачок Знаете Сюда вообще Гамачок А вот У меня конечно Гамачок На мой балконе На мой фэнтези Балконе Или знаете Такое Кристое Качать Я так Качалась На гамачке И прям Знаете Такая Гуляю На моем Таком Балконе В этом Гамачке Здесь у меня Это кафе Это Красота Добьютик Кушаю И читаю Какие-нибудь Такие умные Книги И что-нибудь Такое Ну вы поняли Опять у меня Пишет мне Что опять Мало пространства У меня там Огромное видео Загруженное Огромное видео Вчера Стосов килобайтов Это видео Почти на 2 часа Почти на 3 часа А ночью Много у меня килобайтов Занимает место В моем Это ноутбуке Вот В общем Все они разошлись Да Все им разошлись Так что Делайте вывод Господа Так что Вот это Вобтяк Это В общем Как-то Яркие губы Такая Красотка Такая Знаете Вот Как я там Вчера Сказала Ну в общем Да Такая Такая Оргазмическая Вобтяк Такая На Красных Кубах Вот это Вот это Вот это Вот Все Так Так Слова Которые Я говорю Суть Дух И жизнь Прими их И тогда Ты будешь Иметь Жизнь В самом Себе Это что Цитата Это что Наверное Из Библии А смотрите Я говорю То Что Видел У отца Моего Сказал Христос Имея Ввиду Что Читает Мысли Бога Отец Любит Сына И Показывает Ему Все Что Творит Сам Мое Учение Не мое Но Пославшего Меня Кто Хочет Творить Волю Его Тот Узнает И семь И семь Учения Осем Учение Тот Узнает Осем Учение И познаете Истину И истина Сделает Вас Свободными Это Цитаты Дух Наставит Вас На путь Истины Ох Да Это Девятнадцатая Страница Я же вам Говорю Шикарные Книги Просто Жемчужно Что Не Строка Можно Просто Какие-то Философские Трактаты Другие Сопоставлять Что Я Прочитала Другие Но На самом деле Суждать Что Не Строка Наука Быть Великим Наука Быть Великим Давайте Ближе К моему Салате С моим Бутербродом С икрой В общем Как-то Вот Здесь Мудрость Есть Познание Истины Истину Можно Открыть Если Слиться С Богом А что Я вам Там Выписала Я же Выписала На Моей Странице Вконтакте Татьяна Салмана Через Дефис Махту Шикарный Фе Дипломированный Мастер Фэншуй Наталья Борисовна Правдина Богатство Моих Руках Обратите Внимание Цитаты Из Ее Книги Еще Крупно Выделила Некоторые Такие Моменты Крупно Выделила По Поводу Божественного Сознания В общем Там Очень Шикарная Книга Мы С вами Будем Ее Читать Будем Читать Я Уже Читала Но Я Поэтому Теперь Самое Время Принять Решение О том Чтобы Отложить В сторону Второстепенные Дела И Сосредоточиться На достижении Сознательного Единства С Богом И Обратите Внимание Это Одна Из Первых Глав А Понимаете Книга Это Как Называется Наука Быть Великим О чем Идет Речь Ну Хорошо Давайте Давайте Сейчас В общем Как Как Вот Так Да Ну Да Мой Такой В общем Ресторан Мой сериал Сериал Кафе Красоты До Бьюти А в рамках Моего Моей творческой студии Позитивного мышления Силы Позитивной мысли Ресторан Красоты До Бьюти Литературные Вечера Литературные Вечера Как Назовем Литературные Вечера Или Как Бы Я просто Рассуждаю Как Это Назвать Красиво Как Это Супер Красиво Назвать Поэтически Кто там Смотрел Мое Это Видео Я Рассказывала Про Миллиардера Олегу Дерибаску Сейчас Как-то Я Вспоминала Одела Эту Шляпу Вспоминала Миллиардера Олегу Дерибаску Думаю Я В этом Шляпе О нем О нем О нем Говорила Миллиардера Миллиардера Вспоминала Олегу А Сейчас я просто думаю Там вот этот мужчина Ого Которого Неоднократно Видела Который Меня удивил Туда В Пять Озер Как он был Один С какой сумкой Было Я так удивилась Я так Ну я так По-моему Входил В Пять Озер И Думаю Надь же У нас Такие Здесь На Комендантском Аэродроме Люди Особо Ну как-то Попроще Попроще Он как Прямо Довоз Думаю Знаете А Довоз У меня Знаете Форум Экономический У меня Ассоциируется С Олегом Дерибаской Я просто Интервью Когда-то Смотрела Не знаю Там что Ковернолыжный Курорт Они там Смещают Наверное Смещают Эти формы Деньги Ковернолыжные Трассы Кстати Я ни разу Не каталась На горных Лыжах Ни разу Хотела Научиться Я в детстве Каталась на коньках Я посмотрю Те люди Они так Сказочно катаются На этих самокатах Очень аппетитные Думаю Тоже мне нужно Самокатик Самокатик Тоже кататься На самокатике А вот эти Большие колеса Не видела Мужчина Там Одно колесо Одно колесо Две эти штуки Стоит Знаете На этом колесе Эти штуки И вообще Едет быстро Это какая-то Вообще Тоже Какая-то Новейшая Технология Редко Такие Встречаются Колеса Но они Еще быстро Ездят Так что Вот Отпись Савель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это я говорю о моем компьютере, о моем ноутбуке, который записывает мои видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Более комфортно, конечно, себя чувствуешь, когда, знаете, более так это тепло Ну, чтобы, знаете, совместить и, знаете, и эстетику, чтобы так красиво было, эстетично Ну, здесь берем блестки, знаете, берем чем-нибудь таким, париж-париж Париж-париж, знаете, такой берем, знаешь, такое блестит, здесь блестками Более комфортно Вообще, я еще тут подумала над ним, думаю, все, незнакомые номера, знаете, звонят к незнакомому Я так и решила, в принципе, подумала, что нужно так как-то Ну, а сегодня как-то я думаю, звонят, нужно подойти к телефону А так, конечно, наверное, всем знакомых этих номеров не нужно брать Вот, знаете, у Перри, у моего бывшего мужа, знаете, такая система, он даже, по-моему, никогда вот и не отвечал Знаете, это алло, у него всегда, знаете, такой, и даже в этом, у нас и дома был автоответчик И у него на мобильнике был автоответчик Очень удобно, автоответчик, оставляют сообщения, ну, ты хочешь перезваниваешь, хочешь не перезваниваешь, когда удобно тебе перезваниваешь Так что, вот Кстати, рекламирую Сегодня мне в офисе МТС Мужчина, молодой человек Прорекламировал, как тебе скидки Хотите, может, доброе дело сделаю Это еще одно Он сказал, хотите скидку По оплате, по-моему, за МТС В общем, какая-то скидка 10% Если вы оплачиваете Если вы оплачиваете с карты Я говорю, ну, хорошо, чтобы эту скидку получить, что надо? А он говорит, тогда можно это с карты как-то оплачивать Не знаю, у кого-то может быть и выгодно Эти скидки 10% Вы даже знаете, вот, точно Сначала подумала, думаю, ладно, спрошу В чем здесь такое Он говорит, а если с карты? То есть, как-то привязываете карту к этой оплате Конечно, не знаю Я, честно говоря, точно не уже собралась Но я думаю, что, наверное, будут такие, кому будет и выгодно Обстественность, где человек пользует, у кого большие, например, счета 10% это, как бы, очень достаточно много Вот, ну, там, конечно, нужно разобраться Нужно посмотреть условия, что там они предлагают Об этом нужно хорошо разобраться Прежде чем подключаться к какой-то такой услуге Я вот так считаю Ну, сама возможность Получить скидку Это какие-то большие, так скажем Вот эти вот Платежи Делать все всегда за то, что Чтобы Почитать Если, знаете, там в банке Вот там берете, не знаю Там какие-то, вот Особенно финансовые документы Договоры Их нужно Почитать И лучше не в банке Лучше брать их домой Брать домой Там мелко все это разбираться Спросить Прежде чем что-то подписывать Вот Прочитать Понять Изучить Чтобы знать Что там такое Ну, такие вот дела Продолжение следует Вот гуляю, в том смысле, что у меня балкон открыт, дышу свежим воздухом, природа, погода, деревья, такой небольшой ветерок, наслаждаюсь погодой. И нахожу что-то более комфортное сидеть, в принципе, почти около балконной двери, ну, более, знаете, как-то, я люблю такое красиво, чтобы обстановка такая шикарная была. Здесь я на себя крупным планом смотрю на компьютере на моем, вот, а там как-то, все-таки, конечно, балконе мне нужно еще как-то оформлять, балконе он, в общем, как-то, если вы посмотрите мои другие видео на моем балконе, ну, нужен какой-то дизайн, еще такой дизайн для съемки. Ну, а потом у меня и зарядка, нужно туда и провод, и зарядку, в общем, потом это и стулья, и стол, все это туда выносить, потом снова туда внутрь заносить, в общем, много технических моментов, вот, технических моментов, здесь более удобно. Сейчас я приду, добавлю еще тепленького. Так. 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 Да. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...